здравствуйте друзья я приветствую всех на своем канале и коль скоро речь у нас зашла об озере харпу я решила привести вас на это озеро чтобы вы полюбовались посмотрели вместе со мной озеро это находится в соседнем районе район называется из мая что означает цветочная гора это совсем и совсем недалеко от моего района в котором я живу и вот посмотрите что я здесь обнаружила на удивление для самой себя то что летний сезон в полном разгаре и люди уже оказывается но если еще не купаются то массово загорают и это мы еще не пришли непосредственно на сам пляж это только как сказать окраина этого озера и здесь просто зеленая травка и вообще это окраина города таллина здесь уже последние дома стоят этого района и дорога уже пошла на выезд из города сейчас мы подойдем с вами поближе к озеру поближе к пляжу и посмотрим получше тянет дымком вкусно запахло шашлыками по моему сегодня народ продолжает праздновать я не пяев иванову ночь которая у нас была официально вчера ну а сегодня тоже праздник продолжается день праздничный выходной тем более такая красивая солнечная яркая теплая даже им сказала жаркая погода поэтому одно удовольствие возле водоема покушать шашлычков и видите здесь на берегу озера повсеместно оборудованы вот такие места для пикников и посмотрите как люди с каким удовольствием отдыхают на природе детские площадки оборудованы детям тоже приволья ну вот мы подошли самому пляжу где песок посмотрите мне кажется тут яблоку негде упасть сколько людей я даже не ожидала этого вы знаете все мы знаем что у нас неожиданно всегда наступает зима но то что также неожиданно у нас в этом году наступило лето это удивительно обычно на я не пяев на этот праздник у нас идут дожди а тут такая жара выдалась и люди сразу же не теряя времени даром решили воспользоваться такой поистине летней жаркой погодой потому что она может быстро как началась так и закончится у нас такое прибалтийское лето наше непредсказуемое поэтому надо ловить такие золотые денечки и что еще меня поразило вы знаете пока я прошла по побережью вдоль озера сплошь и рядом я слышу украинскую речь ну конечно это те люди тех беженцы которые живут у нас и кажется что ничего тут удивительного не должно быть но меня все равно это удивило такое впечатление что все все те 35 тысяч или сколько их там точно беженцев все они здесь собрались ну я ничего не имею против люди должны загорать должны жить потому что жизнь продолжается да жизнь продолжается и она и должна продолжаться потому что жизнь прекрасна поразительно сколько купается людей ну с малышню это все понятно мы взрослые тоже купаются значит водичка подходящий температуры не знаю сколько точно но кто-то ополнился что 22 градуса наше балтийское море она плохо тем что даже самое жаркое лето вода может оставаться холодной и не всегда можно искупаться комфортом в основном люди их могут только ногами походить по водичке ну а здесь в озере она всегда теплее и и вот видите сегодня 24 июня и наблюдается вот такое массовое пойду попробую водичку тоже по брожу ногами а это я собственной персоной хожу по водичке по водичка очень комфортная такая слегка освежающая ну конечно как насчет купаться в полный рост я не знаю может быть все таки все равно прохладновато а побродить по воде самое то а вот здесь оставлено лодка с моторчиком кто-то оставил а может быть это спасатели а вообще здесь на озере харку недалеко находится или по крайней мере раньше точно знаю что находилась лодочная станция но наверное сейчас тоже находится там тренировали людей на лодках на байдарках на каное вообще озеро простирается в ту сторону вот здесь за зарослями камышей озеро простирается дальше и там уже не так многолюдно там тихие места там заводи там водится рыба рыбаки приезжают туда ловить леща щуку вообще сколько прелестей в лете стою ногами в песке но должна сказать что песок не очень горячий не успел еще прогреться так что радикулит и бронхит на нем еще не полечишь а вот кстати и береговая охрана и сам охранник тоже получает удовольствие их не забывает про свои обязанности время от времени наблюдает в бинокль и вот кстати здесь и есть как раз информация о том что температура воды 22 градуса официальный пляж закончился но дикий пляж продолжается вдоль всего побережья озера а с этой стороны лес птички поют благоухание цветущих кустов асфальтированная прогулочная дорожка которая идет видимо вдоль всего озера красота чистое голубое небо а вот оказывается здесь еще и пирс построенный такое для меня нововведение после последнего раза я вот первый раз обнаружила не помню когда я была здесь последний раз но в этом-то году надо обязательно приехать дай бог чтоб погода не подвела и было истинно летние ну все друзья наверное я на этом буду прощаться все что хотела я вам показала желаю всем здоровья и хорошего теплого лета всем пока пока